Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В 2016-м произвели более 3 миллионов 300 тысяч тонн зерна. Это на 10% больше, чем годом ранее. По мнению региональных властей, дальнейший рост производства тормозит именно отсутствие необходимых каналов сбыта. В ближайшие годы регион намерен производить более 4 миллионов тонн зерна, нарастив его производство на треть. Любая рыночная экономика начинается с того, что надо понимать рынок, надо понимать, какой у нас сбыт и как с этим работать. У нас был не так давно, кстати, международный зерновой форум. Наша двигация участвовала в этом. И там тоже многие вопросы обсуждались. И после этого мы поняли, что чтобы двигаться дальше, нам, конечно, без участия в Российском зерновом союзе, без сотрудничества тесного, многие вопросы сами будут решать сложно. Компания «Лукойл» вслед за башнефтью увеличила стоимость популярных марок топлива. Стоимость одного литра бензина марки АИ-92 и АИ-92 «Экто» увеличилась на 20 копеек и теперь составляет 35 рублей 40 копеек и 35,80 соответственно. Также на 30 копеек подорожал АИ-95. Сейчас его можно приобрести за 39,40. Напомню, на минувших выходных увеличились цены на автозаправочных станциях башнефти. Подорожание коснулось бензина марки АИ-92 плюс 30 копеек до 34,90. Также увеличилась стоимость топлива марки АИ-92 «Атом» на 40 копеек до 35,5 рублей за литр. Переходим к информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар и евро показали разнонаправленную динамику. Курс американской валюты по отношению к российской снизился на 16 копеек и оценивается в 59,5 рублей. Европейская, напротив, подорожала на 21 копейку 63,94. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в Промтрансбанке за 59,30, продажа в банке БКС за 59,59 рублей. Напомню, что кредитная организация может взимать комиссию до 3% за обменную операцию. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в банке образования за 63,70, по продаже в БКС банке за 64,04 рублей. В Уфе пройдет конференция Ассоциации юристов России, посвященная вопросам к государственной регистрации недвижимости и кадастровой оценке. Крупное межрегиональное событие запланировано на 3 февраля в отеле «Шаратон». С 1 января этого года вступил в силу закон, который предусматривает создание единого реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной системы. Предполагается, что это упростит процесс оформления документов. Начался с 1 января переходный этап, он закончится 1 января 2020 года. Пока будет исчисляться по старой формуле кадастровая оценка, но с 1 января 2020 года уже будут новые правила, которые, на наш взгляд, будут более объективными и более справедливыми. Для того, чтобы это произошло максимально комфортно и качественно, конечно, как раз бизнес, общество и граждане должны, в общем-то, обсудить и прийти к какому-то единому знаменателю. На конференции также поднимут вопросы эффективности электронной регистрации недвижимости, насколько это удобно для бизнеса и рядовых граждан. Кроме этого, пристальное внимание уделят новому закону, который позволяет оформлять в собственность машин и места. В работе конференции примут участие председатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, руководитель Башкортостанского отделения АЮР Андрей Назаров, вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Владислав Гриб и другие, а также юристы, представители госорганов регионального и федерального уровней. К этому часу пока вся информация. Оставайтесь с РБК. Редактор субтитров А.Семкин